Когда в 1953 году бренную землю покинул вождь всех времен и народов, артисты эстрады пришли на прием к Клименту Ефремовичу Ворошилову с жалобой, что у артистов эстрады нет своего дома. Летом они выступают на открытых площадках в парках, а когда наступает осень, им некуда деться. И это было правдой. И тогда Ворошилов спросил, ну, конечно, ваша идея неплохая, а кто там будет выступать, спросил он. Ну, они стали перечислять разные фамилии и, среди прочих, фамилию Утесова. И Ворошилов без всякой улыбки сказал, нет-нет, вот Утесов, нет, нельзя. Почему? Почему? Он говорит, он пытался тайно пересечь границу. Обалдевшие артисты сказали, Климентов и Господь, какую границу он пытался пересечь. Это все равно как информация о том, что я покинул Россию. Да-да. Примерно то же. Мы читали. Да-да, примерно то же самое. Ну, я действительно, я действительно, как видите, покинул Россию и беседую с вами на далеком расстоянии. И вообще это голографическое изображение. Так вот, они стали убеждать Ворошилова, что ничего этого не было. Какую границу? Где он хотел пересечь границу? Ворошилов долго стоял на своем, потом вызвал своего помощника, дал поручение срочно выяснить, попросил актеров подождать, пока информация придет, и там сколько там времени прошло, не знаю, там час, может быть, больше. И Ворошилов их пригласил опять в кабинет и сказал, оказывается, это была ошибка. Короче говоря, в 54-м году решением высшего руководства был открыт театр эстрады. И там выступали долгие годы, приходили как в родной дом огромное количество актеров. Я хочу показать вам фрагмент концерта к юбилею Марии Владимировны, который проходил как раз на сцене театра эстрады, а вы там ее поздравляли. Дорогая Мария Владимировна, долго думал, чем я могу вас сегодня приветствовать. И как могу вас поздравлять, что могу вам подарить. Я вас так сильно люблю, что мне для вас ничего не жалко. Поэтому позвольте подарить вам самое дорогое, что есть вообще на этой земле. Это мое искусство. Многие товарищи удивляются, как это так много лет у меня получаются мои головоломные трюки. Некоторые считают, что это происходит от того, что я имею ладошка с двумя меднами. Больше того, я скажу. Сцена театра эстрады, как мне кажется, единственная сцена во всей нашей стране, через которую прошли практически все, без исключения, театральные, эстрадные и киноартисты, которые были известны народу. Ну вот если бы вам надо было бы, не знаю, для какого-нибудь буклета или для рекламного ролика выбрать несколько имен. Сколько вы мне даете... Сколько вы мне даете... Часов? Нет, нет, нет. Сколько по количеству фамилий... Ну вот, ну, там, не знаю, десять. Десять? Десять. Давайте. Загибайте пальцы. Райкин. Так. Утесов. Два. Шульженко. Три. Мироновый Минакер. Пять. Ну, все-таки это, считайте, один. Почему вы считаете Мироновый Минакер? Четыре. Ну, ну да. Хорошо. Так. Магомаев. Так. Пять. Обзон. Пять. Давайте. Так. Эдди Рознер. Я сейчас специально перечисляю только эстрадных артистов. Я понимаю, да. Махмуд Асамбаев. Это сколько у нас уже? Восемь. Я думаю, это Роман Карцев и Виктор Ильченко. Как одна единица. А десятую, уж позвольте, я как-то назову сам в моей системе координат. Это, конечно, Геннадий Хазанов. Давайте вот без ложной скромности. Я понимаю, что вы сейчас будете говорить, что... Нет, нет. Я ничего говорить не буду. Причем самое смешное, что в конечном итоге это все... Это ведь тоже зависит. Все очень индивидуально. И это зависит все-таки, давайте согласимся, и от поколения, это, кстати, от какого-то контекста. Но если сейчас я выйду на улицу и скажу, назовите мне одну фамилию. Нет, Жень, но поколение театра эстрады вообще закончилось с окончанием советской власти. Думаете? Ну, конечно. Дело в том, что театр эстрады – это вообще детище советского государства. На сегодняшний день театр эстрады, с моей точки зрения, это только бренд. Это глупо сегодня требовать от Ленкома спектаклей на комсомольскую тему. Несмотря на то, что это был театр Ленинского комсомола. Но Ленком и Ленинский комсомол – это разные вещи. А театр эстрады остался как бренд, как название, как символ этого. Ну вот, так мне кажется. Нет, это все. Угу.